Здравствуйте! На библейский портал Экзегет пришел вопрос, как преодолеть рассеянность в молитве. «Будьте постоянны в молитве, бодрствую в ней и с благодарением», — говорит апостол Павел. «Прежде, нежели начнешь молиться, приготовь себя и не будь как человек, искушающий Господа», — сказано в книге «Премудрости» Иисуса Сына Сирахова. Действительно, прежде чем мы начинаем молиться, надо подготовиться. Надо попытаться добиться некой тишины, покоя внутри себя. Как и англестовичник говорит, прежде начала молитвы сделай три дела. Благодарение в словах апостола Павла мы уже упомянули. Надо вознести благодарение Богу. Надо принести покаяние. Поэтому перед любой молитвой мы обычно, или молитвом правилом, мы говорим «Боже, очисти меня грешного». И еще и англестовичник советует начинать с молитвы за недругов. Ну, может быть, врагов у нас нету, но людей, с кем мы в ссоре, с кем мы в неприязни, с кем мы расстались. И вот за эту молитву Господь дает человеку молитву менее рассеянную. Но надо, конечно, понимать, что полностью нерассеянно молятся только ангелы. Все люди борются с помыслами во время молитвы. Об этом свидетельствует величайший молитвенник преподобный Антоний Великий, что даже он борется с помыслами, которые его уносят. «Беззакония наши, как ветер уносят нас», сказано в Священном Писании. Молитвы мешают большое число текстов лишних, видео, картинок, которые мы видим. Особенно, если они яркие. Особенно, если они греховные. Поэтому, если мы хотим, чтобы мы нерассеянно молились, надо уменьшить, как мы сейчас говорим, зримый нами контент. Меньше просто смотреть. Меньше читать и слушать пустого. Тогда будет легче молиться. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok